Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». Подоплёка. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях присяжный адвокат, почётный консул Мальты в Латвийской Республике Янис Зелманис, выпускник Московского государственного университета международных отношений. Наверное, один из немногих людей, который, по выражению Юриса Бойерса, одного из основателей Народного фронта, получил лучшее в империи образование. Добрый день, Янис. Добрый, Людмила. С таким вступлением, что мне аж неудобно стало. Да, неудобно. Но 30 лет Янис работает в профессии, и, конечно же, большая часть его жизни связана с обслуживанием международных разных контрактов, клиентов, операций и так далее, с привлечением в том числе инвестиций. И вот как раз об этом мы хотим сегодня поговорить, о привлечении инвестиций, о которых так громко и красиво любят говорить, но с которыми, к сожалению, в последние несколько лет происходит, ну, не знаю, наверное, можно это назвать катастрофой. Потому что один за другим отсекаются секторы, в которых эти иностранные инвестиции были заметны, в которых они играли какую-то роль. Это и транзит, это и финансы, это, наконец, недвижимость, в которой тоже сейчас происходят весьма показательные процессы, связанные с тем, что на фоне полного заклинивания рынка государство объявило о повышении кадастровых цен. И в некоторых случаях эти кадастровые цены в 4-6 раз превышают предыдущую базу, что, соответственно, означает, что для людей повысится, соответственно, налоговая нагрузка. Но об этом мы обязательно поговорим в программе «Подоплека» в следующий раз, а сегодня вот об инвестициях. И, напоминаю, телефоны в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, задавайте свои вопросы Янису, и я думаю, что он квалифицированно на них ответит. Итак, что случилось с деньгами иностранных инвесторов? Ну, я вот сразу предлагаю вам обсудить такой тезис, который звучит, в частности, в комментариях российских политологов о том, что сейчас происходит такой нарастающий кризис капиталистической системы как таковой, и идет борьба за получение каких-то новых или старых ресурсов, присвоение ресурсов, и в том числе старые деньги борются с новыми. Новые деньги – это богатые люди, олигархи, промышленники, которые возникли на осколках Советского Союза и социалистического блока, и как раз на них нацелены действия, ну, как бы правящей верхушки западного мира, и они стремятся эти деньги просто отнять. И вот вся эта борьба с отмыванием денег, которая провозглашена была руководителем Международного валютного фонда Кристин Лагард 8-9 лет назад, она, в общем-то, на это и направлена. Ну, докажите, что ваши деньги чистые, а если они не чистые, то, значит, мы их просто заберем. Ну, таким образом, мы видим конфискацию, передел какого-то имущества вот таким относительно законным способом. Как вы думаете? Вы очень много всего коснулись. Давайте по порядку и, наверное, частями. Тезис о том, что является ли борьба с отмыванием денег, имеет ли она что-то общее с политической борьбой или с борьбой за власть, я думаю, однозначно. Это целый пласт, в том числе юриспруденции, он появился, на самом деле, очень тихо в середине 90-х в Латвии, в мире, наверное, с конца 80-х, и изначально был обращен строго к деятельности банков и к финансовому сектору. Сейчас он превратился, я бы сказал, в мощнейший инструмент, отчасти неконституционный метод, потому что, как вы уже правильно указали, в этом методе есть слабая сторона, что, на самом деле, не действует презумпция невиновности, то есть, как адвокат, как международный консультант, я реально сталкиваюсь с делом, где в той же Франции никто же не отменял концепцию невиновности, каждый из нас по закону невинен, пока государство не докажет обратное. Но вот эта презумпция, она четко не работает в контексте борьбы с отмыванием денег. Я далек от того, чтобы сказать, что не надо бороться с грязными деньгами, но нужно понимать, что современный мир настолько комплексный, что там присутствует одновременно, ну, как минимум, три составляющие. Есть, так сказать, та составляющая, которая тебе говорит передача «Панорама» или «Си-Н-Н», есть вторая составляющая. То есть, официальная точка зрения. Да, ну, некая, да, официальная точка пропагандистская, официальная точка зрения элиты, есть еще вторая составляющая, ну, и для особо умных людей еще и третья составляющая. Это все вместе существует одновременно. А вторая составляющая – это что? В рамках отмывания денег? Нет, вот вы говорите, три слоя у этой проблемы. Первая – это государственная точка зрения, то, что декларируется. Вторая – это что? Это вторая. Реальные действия? Это реальные какие-то действия, это борьба, в том числе, за власть, это конкурирование. Это же никто не отменял, да? То есть, мы тут говорим, что все люди-братья и полный глобализм наступил, но и эпоха либеральных ценностей. Но на самом деле они все все равно не отменяли ни капитализм, ни конкуренцию, ни империализм, ни там, сейчас очень популярна стала тема рабства и колонального наследия. Это же никто не отменял. И понятно, что каждое государство, каждое общество борется за свое благосостояние тем методом, какие-то доступны, в том числе открытые, закрытые и полутайные. Соответственно… А третий слой – это вот именно то совсем тайное, что лежит под этими первыми двумя слоями? Ну да, то есть, всегда надо понимать, что существует больше, чем одно измерение. То есть, если формат передачи позволили, мы могли бы сильно в это все углубиться. Но поэтому, возвращаясь к тематике, что Латвия выиграла и потеряла, наверное, в эпоху очень ряной борьбы с отмыванием денег, в целом, может быть, она, скорее всего, упустила одну очень важную, ну, какую-то такую истину, что, будучи передовиком борьбы с отмыванием денег и создав некий имидж суперпослушного и прилежного ученика, это автоматически даст приплыв инвестиций. Вот этот факт, что ты обелился или разделся до гола и всему миру заявил, что ты чистейший из чистых, это даст какие-то прагматические, осязаемые результаты. Скорее всего, этого не было. Да, но мы разделись, мы всему миру провозгласили, что все деньги серые, подозрительные и прочие мы от себя выгнали. Ну, а дальше что? Дальше все равно реальный рынок, борьба за клиента, страны конкурируют, юрисдикция конкурирует, финансовый мир полон конкуренцией. Ну, а что дальше? Какое дальше видение у власть держащих? Этого не хватает. То есть, я не спорю о том, что помыться нужно было. То есть, моя концепция о том, что грязи у нас до вот этого отмывочного или до вмешательства финсенов дела БЛВ, конечно, наш финансовый сектор был не на уровне. Но всегда нужно понимать, что идея, чтобы отделить зерна от плевен, это не самый лучший опыт в стране. Мы за что-то с кем-то боремся, но мы очень близоруко, скажем так, по-моему, называется близорукостью. Ты думаешь очень одной целью, и ты забываешь, что мир, он очень комплексный. Тем более сейчас, в настоящее время, в 21 веке, у меня такое ощущение, что раньше в холодной войне все было просто. Вот враг в рот мы, вот мы бьем в морду, вот мы получаем ответ. А сейчас, как бы, с одной стороны, и Евросоюз, и полное братство, с другой стороны, каждый зам за себя и решает вопрос в полном одиночестве. Хорошо. Вот это обеление, да, как я вижу, в последнее время вызвало, ну, несколько противоположную реакцию. То есть, вместо того, чтобы считать Латвию, ну, самой чистой и святой в плане борьбы с отмыванием денег и отсутствия их на нашей территории, мы получили имидж страны самой грязной, потому что по количеству заблокированных, арестованных средств мы просто впереди планеты всей. Мы опережаем в сравнительном соотношении Великобританию, которая там является наиболее респектабельной и давней юрисдикцией для иностранных денег и банковской деятельности. Вот шел в комнату, попал в другую по Грибоедову. Да, можно и Грибоедову вспомнить. Я думаю, что, да, мы, к сожалению, стали чемпионами, но, знаете, цель не всегда оправдывает средства. Да, у нас была цель отмыться и показать всему миру, в первую очередь всему миру, потому что это вообще свойство нашему обществу такой характеристикой. Да, мы же грязны достаточно внутри себя, да, в замкнутом обществе, но всему миру мы хотим быть намного белее и быть лучше, чем мы есть на самом деле. Да, то есть здесь была, в первую очередь, цель всему миру – показать, насколько мы прогрессируем, да, то есть вот это внешняя картинка. В данном случае, а средства, а средства любые, да, то есть мы обычно, наша полицейская составляющая, да, она не выбирает средства и не отличается, ах, ти, каким профессионализмом и еще каким-то хорошим качеством. Соответственно, в этом всем процессе масса нарушений, адвокат могу подтвердить, да, то есть несекаемое количество дел, которые говорят о том, что наша фемида, правосудие, темида и полицейские власти явно не на уровне, да, явно не на уровне. Средства не выбираются, а в целом попахивает неконституционность, да, то есть очень много, все действует как бы, так сказать, не принцип невиновности, а принцип вины, да, то есть понимаете, что в чем особенность юридическая вот, скажем так, подхода к делу? Да, нет, особенность вообще этого всего законодательства, понимаете, у кого-то могут возникнуть подозрения, и во всем остальном мире, ну и живи на радость со своим подозрением, а в этом, в отношении борьбы с отмыванием денег, если у кого-то возникают подозрения, да, подозрения могут возникнуть у целого ряда субъектов этого законодательства, ну, скажем так, у банка, у адвоката, у нотариуса, у кого, у торговца недвижимости, у каждого из них могут возникнуть свои подозрения. И на основании этих подозрений банк без участия контрольной службы или FIU или с ее участием может эти деньги просто заморозить и заставить и запрашивать клиента объясниться в чем-то. И уже никого не волнует, успел ты в срок, может быть, формально что-то не исполнил, не мог вообще ничего пояснить. Но, в принципе, дальше будут уже оценивать, как ты объяснялся, что ты не слон или что твои деньги законны. А больше ничего не было, были только подозрения, никто ничего не доказал. Фактов не было. Фактов не было, не было открытого полного процесса, азы демократии, как доказывается вина в демократическом обществе. Здесь все построено, грубо говоря, если вспомнить недавнее прошлое, просто на анонимке, кто-то накатал анонимку, ну, как бы ничего не доказано, а нет дыма без огня, ну, а может что-то и есть. И вы понимаете, что это опасно, это чревато, это очень чревато, об этом нужно думать. И в данном случае я пока не вижу, есть такой термин в английском, check and balance, то есть уравновешенность системы, ну, пока у меня опасение, что они не присутствуют. Хорошо, так получается, что презумпция невиновности по боку и Фемида действует, значит, размахивая дубина во все стороны. Но мы вот в разговоре с депутатом Сейма Любовью Швецовой, которая когда-то работала, наводили расследование службы госдоходов, говорили о том, насколько профессионально действительно действуют сегодня правоохранительные органы, и не возникает ли риск в связи с их действиями исков против Латвии, ну, вот, за то, что деньги были незаконно заморожены. Ну, то есть, допустим, если были подозрения, доказательств нет, да, но в конце концов надо будет эти деньги разморозить, и люди начнут задавать естественные вопросы, что, ну, вот, мои деньги были изъяты из оборота там на какое-то количество времени, и я потерял, ну, там, прибыль и так далее, и так далее, понес ущерб и прошу возместить. Может быть такое? Такие риски однозначно есть, но я думаю, кроме этого риска, я думаю, этот риск, он в целом, я бы сказал, ну, скажем так, так, назову его удобоваримый, ну, такой управляемый риск, да, то есть, понятно, что эти деньги на самом деле серые, под серыми деньгами, я понимаю, незаплаченные налоги, там, какие-то украденные у бизнес-партнеров и так далее, и так далее, спорные деньги, но в данном случае я говорю о том, что еще есть, кроме этого, есть репутационный риск, вы понимаете, что вы хватаетесь за самое святое, за собственность, за право собственности на деньги, вы отнимаете их в пользу латвийского государства, в принципе, не соблюдая никаких демократических процессов, вышлепаются дела, 30 дней, 30 дней уголовное дело, в котором никто не докапывается до сути, раз, два, три проштамповали, и все, и государство забрало деньги. Я думаю, что вот репутационный риск того, что Латвия станет таким бичом в мире, где, скажем так, по очень скороспелой процедуре у людей отбирали деньги, это, я думаю, надолго и многие запомнят. То есть, факт, что прямо будут там массовые иски классовые к Латвии, я думаю, что будут иски, но, как мы понимаем, что судопроизводство – это дорогое удовольствие, и, ну, кто-то, я думаю, наберется храбрости… Из принципа подаст. Из принципа и подаст, и по сути. Но в большей степени меня волнует то, что, скажем так, серийное отбирание частной собственности без должного процесса, который должен быть соблюден, и, как я говорю, средства должны быть чистые, мы должны действовать в белых перчатках, а не творить беззаконие в процессе достижения как бы законных целей, вот это творение беззакония, оно никогда безнаказанно, за это мы заплатим все вместе. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите, вас слушаем. Добрый день, Константин. Я хочу обратить ваше внимание, вашего гостя, еще на одну вещь, о которой вы не сказали. У нас, в принципе, и так достаточно полицейское государство, но тут вдруг с какого-то потолка коммерческим фирмам, а банк – это коммерческая фирма, акционер, ну, что это просто коммерческая единица, форма собственности, вдруг дали фискальные функции. То есть теперь банки в результате всех этих поисков блок могут принимать решение о замораживании в собственности, как вы правильно сказали, денег того или иного лица без доказательств, без следствия, без процедуры, вообще без каких-либо оснований. И это простая коммерческая организация. Это не фискальный орган, это не решение в КТК, не финансовая полиция, ничего. Просто какой-то дядя с капиталом в 5 миллионов для открытия банка принимает решение иметь вам доступ к деньгам или нет. То есть следующий шаг у нас что, 37-й год, тройки и расстрелы – это как вообще себе в голову они придумали? Понятно. Спасибо большое за вопрос. Ну, вот вы знаете, как бы дай бог, чтобы этого не было. Но, вы знаете, ну, все мы читали Орвелла и, наверное, знакомы в какой-то мере с историей. Я не хочу, не могу теоретически исключить, что наделение сверхполномочиями и попирание демократии, оно, ну, как бы, историю знать, обычно заканчивается плохо. И пока, слава богу, мы живем в этом, я бы назвал, гестаповском режиме, но только, наверное, меньше десятилетия, да, скорее всего, ближе к пятилетию. Поэтому слишком рано говорить о каких-то таких прям философских заключениях. Ну, мне кажется, коллега-слушатель очень прав, кто он отделял. Просто вы понимаете, что произошло? Произошло то, что государство, власть делегировала банки заниматься тем, чем вот этот частный бизнес никогда в жизни и не должен, и никогда не занимался. Таким же образом мы можем подумать, что, может быть, полицейских нужно наделить функциями перевоспитания, там, не знаю, наркоманов, еще кого-то наделить какими-то функциями. Да, и государство, в принципе, ну, а государство там... Мы, главное, функцию дали, и все должно выполняться. Там же как бы логика, собственно, самого процесса, да, то типа мы делегировали, теперь мы их можем наказывать. Они, естественно, трясутся, боятся потерять свою лицензию. Это их бизнес, да, это их монополия. И, соответственно, ну, чтобы в выборе, так сказать, быть с отрубленной головой или заниматься, скажем так, грязными делами, ну, естественно, любой собственник банка, он вынужден этим заниматься. Его же никто не спрашивал, хочет ли он, нравится ли ему это или нет. Его просто жестко наказывают, и в итоге могут отобрать лицензии. Просто я думаю, что вот нам, обществу, не хватает того, чтобы мы просто еще не осознали этого. То есть мы еще по старинке идем в банк, там, думаем, что это наш, там, не знаю, друг, клиент, мы клиент, мы им нужны. Да, мы им нужны для того, чтобы они очередной бизнес-план выполнили. Но нужно понимать, что за этим стоит большая организация, которая ведет очень интенсивную слежку и сообщает налево-направо всю эту доступную информацию, которую нам пытаются продать, как в наших же интересах, да, то есть, что важно, да. Но при этом, я думаю, нужно сохранять такую, как бы, прирожденную скептичность, да, и понимать, в какой части это в наших интересах, а в каком объеме это уже совсем не в наших интересах. Хорошо, сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся через 2-3 минуты. Пожалуйста, не переключайтесь и звоните в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Продолжаем программу «Подоплека». Сегодня мы беседуем об отмывании денег и о привлечении иностранных инвестиций с присяжным адвокатом Янисом Зелманисом. Телефонная студия 672-12-93-9, 672-13-93-9. И в первой части программы мы, ну, как-то пришли к выводу о том, что, к сожалению, компания капитального ремонта в банках, как ее назвал наш премьер-министр Каринч, она привела не совсем к тем результатам, которые декларировались и которых хотели. То есть хотели создать Латвий имидж самой чистой от серых, прочих грязных денег страны и территории для прекрасного ведения бизнеса, а получилось наоборот. То есть создали репутацию страны, которая безоглядно подчиняется любым, так сказать, требованиям, высказанным и невысказанным относительно вот этой самой борьбы с отмыванием денег. И в результате у инвесторов создается такой прочный страх приходить и работать в эту страну, потому что ведь, по сути дела, прочесывание идет не по принципу действительно подозрений и рисков, что было бы логично, по мнению, например, той же Любови Швецовой, депутата Сеймос, с которой мы уже обсуждали эту тему ранее, а по принципу юрисдикции. То есть если ты иностранец, то ты автоматически становишься под подозрением. Соответственно, какие могут быть иностранные инвестиции, если тебя просто по факту, ну, бьют по паспорту, даже не по морде, а просто по паспорту. Ну да, вспомнили старый хороший наш анекдот молодости. Да, куда будут бить. Понимаете, что здесь проблема в том, что две руки или два кармана, скорее всего, две руки государства, государственная исполнительная власть не очень четко понимают. И здесь, как у нас, у нас же, понимаете, у нас феодальная раздробленность государственной власти. Каждый занимается сам собой. Соответственно, та раздробленность, которая у нас занимается борьбой за отмывание, да, дай чиновнику задачу, он же лоб себе расшибет, все запретит и все остановит. То есть, у них один принцип, ну, ты что пришел сюда, да, то есть, Латвия – это страна для латышей, и, соответственно, если ты, не дай бог, ой, ну, там, россиянин, это вообще перекрестись, да, но ты даже, если шведы, финны, а какого хрена ты сюда пришел? Вот докажи нам, что тебе очень здесь нужно создать предприятие. И когда вот вопрос так поставлен, что, а зачем тебе счет в Латвии? А вообще, зачем ты здесь оказался? То, естественно, мы сталкиваемся с ситуацией, что сейчас в Латвии мне латвийцу открыть компанию и счет в банке, ну, это требует усилий. Ну, это и деньги, деньги стоят. Я сама была свидетелем однажды, ну, в банке там, просто в офисе по своим делам зашла, и вот подошли люди, они говорят, мы хотели бы счет открыть, а кто вы? Ну, он говорит, я россиянин, 200 евро за рассмотрение вашей заявки, и нет гарантии, что вам откроют счет. Да, и почему я просто завершил свою мысль по поводу раздробленности. А вторая часть раздробленности, она занимается привлечением из стран к инвестициям. Те рисуют красивые сказки, рассказы, там, брошюрки, какую-то фигню создает в аэропорту, ну, и рассказывают басню о том, что нет лучше краше страны, чем наша. И создается очередное лицемерие, когда фасад не соответствует протухшей гнилой сути. И, соответственно, ну, так что мы хотим, да, то есть желательно было бы, чтобы как-то было больше гармонии, да, те действия по поводу борьбы с чистыми деньгами, и то желание продать Латвию как страну идеальную для бизнеса, там внутри было больше гармонии. Если мы думаем, что это, как бы, противоречие незаметно снаружи, ну, очень незаметно, оно просто бросается в глаза, и, соответственно, долго так продолжаться не может, да, врать можно, знаете, как обмануть можно враньем только один раз, да, а иначе, ну, все попробуют. И вы понимаете, что Латвия же не единственная страна в мире, где можно счет открыть, у нас нет монополии. Ну, Литва прекрасно сейчас пользуется тем, что у нас тут плохо. Чувствуется, да, и у нее нет дури с налоговой реформой, у них все в порядке, да, и все наши конкуренты просто думают, ну, слава богу, что латвийцы такие дебил. Ну, слушайте, ну, получается, что вот сегодня мы, так сказать, немножко впали в такую же зофрению, левая рука не знает, что делает правая, но ведь так было не всегда. В частности, у нас в свое время было принято достаточно прогрессивное холдинговое законодательство, и вы даже, как международный юрист, весьма его приветствовали, и, ну, наверное, рекомендовали кому-то из своих клиентов использовать Латвию как юрисдикцию для открытия холдинговой компании. Что случилось? Куда это все делось? Коту стыдно. Мне стыдно, мне стыдно. Нет, мне стыдно, потому что, ну, мы испортили это, мы как бы порубили это, там, спилили этот сук, на котором сидели, мне стыдно. Я могу признаться, я, честно говоря, сейчас занимаюсь регистрацией эстонских компаний, я предлагаю иностранным инвесторам открыть компании в Эстонии вместе с счетами, потому что в Латвии, я считаю, это слишком стало сложно и бюрократически. То, что, к сожалению, мы профукали возможность быть холдинговой юрисдикцией, ну, это факт, ну, это печальный факт. Я даже не знаю, ну, там, Кипр, Люксембург, Швеция, Голландия, Мальта, ну, все радуются, ну, хотели, хочет одна, там, вторая, беднейшая страна Европа, уйти из этого рынка. Ну, ради бога, пускай уходит, но другие об этом не будут жалеть, да, то есть, я просто, конечно, думаю так, иногда о чем-то еще надеюсь, думаю, ну, какой-то политический процесс. Скоро одни выборы, потом другие выборы, ну, может кто-то вспомнит, да, какие партии этим занимались, да, какие министры финансов это решали и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, я не думаю, что наша политическая память настолько крепка и эффективна, чтобы избиратель сделал соответствующий прогноз или коррекцию. Ну, очень жалко, да, очень жалко. Латвия как страна привлекательная для создания компании, страна для развития инфраструктуры бухгалтерского обслуживания, страна для привлечения, ну, та же Ирландии, Алексеймбург, ну, о чем мы говорим, да, у нас никогда не было здесь ни одного Эппла. И сейчас мы близко не можем сравниться с теми юридикциями, которые этим занимаются профессионально. Ну, была у нас попытка, но мы много, мы же и привлекали людей здесь с видами на жительство, а потом, типа, сказали, что они какие-то, ну, такого, ну, полупреступники, да, отмывают здесь деньги. И, соответственно, от этого тоже программы отказались. Соответственно, понимаете, в любой стране есть, ну, как бы, право выбора, да, за счет чего мы строим свое процветание, да, если у нас есть Апплы и Мерседесы, мы можем экспортировать готовую продукцию промышленности. Если у нас нет и того, и другого, или еще и третьего, да, и совсем плохо, совсем, или много ресурсов в большом дефиците, тогда, естественно, вопрос, а чем мы можем быть интересны, что мы можем экспортировать, что мы можем привлекать. Ну, на самом деле, не так много, да, то есть, соответственно, ну, мы вот часть ниш себя, собственно, своими руками и с подачи наших конкурентов удачно самоликвидировали. Ну, разве дело только в том, что, ну, как бы, какие-то хорошие политические идеи забыты, ведь дело в том, что, наверное, ну, простой избиратель, он не соотносит свое благосостояние с какими-то такими высокими материями, как международное холдинговое законодательство, там, международные финансы. Где, где, там, там, дворник Айвор или, там, рабочий железнодорожник Петерис или Иван, и где те банки АБЛВ, ну, подумаешь, богатых-то начали трясти, ну, так им и надо. Да. И они идут и голосуют за людей, которые им обещают три раза по пятьсот, ну, правда, это же не выполняется, и бог с ним проголосует в следующий раз за новых. Но, просто, вот, я согласна с мнением кого-то из умных людей, который сказал, что элита – это люди, которые способны генерировать смыслы. Вот в этом смысле и в этом понимании получается, что латвийская элита от выборов до выборов становится все более бедной. Ну, идея на плоской она становится, у них, по-моему, явно идея в дефиците. Я думаю, что, к сожалению, я, ну, как бы, наблюдаю за этим процессом 30 лет, и чуть-чуть мне становится печально, что, в принципе, идея очень простая, да, то есть борьба за власть, она, в конце концов, сводится к приходу группы людей в коалиции с другой группой людей. Для того, чтобы ресурс власти переделить в пользу своих, так сказать, спонсоров и своих, ну, не забывая, естественно, собственно, свой эгоистический интерес. И, так, очень примитизируя, это просто возможность перепила государственных денег в чью-то пользу. Борьба за откаты. Ну, да, если так, совсем уж цинично или простонародим, да, это, да, борьба за откат. Других идей, как таковых, нет, да, есть, там, политическая идеология оккупации, мы, там, жертва истории, какое счастье, что мы независимы. Ну, то, что независимые государства 30 лет не работают в интересах большей части населения, это никого особо не волнует. То, что 300 тысяч, там, 30 процентов сбежал от этого государства, и сейчас мы пришли к выводу, что особо иностранные инвесторы сюда не рвутся, ну, это мало кого интересует. Соответственно, мы достигли такого, скажем так, уровня раздробленности общества, такой уровень, скажем так, отдаленности избирателя от власти, я думаю, что, ну, просто зверская, да, зверский уровень. И, мне кажется, что, ну, вечно это продолжаться не может. Когда это закончится, не знаю, но это факт, ну, это факт. Ну, в таком обществе мы живем, и пока особых изменений к этому нет. Ну, а что же делать-то? То есть, мы же говорим в Риге латвийские и русские партии, мы же не говорим о ямах, о здравоохранении, у нас же главное, чтобы латвийские партии и латышские партии не пустили русские партии к власти. У нас же один принцип этническое, как бы, превосходство. Ну, еще раз процитирую тоже кого-то из умных людей, который сказал, что национализм – это вообще концепция исчерпания ресурсов, потому что он направлен, направляет силы нации не на созидание, а на внутренние склоки. Ну, то есть, реально, оно так и происходит, и сейчас мы видим, видимо, какие-то результаты такой вот политики близорукой. Ну, мне кажется, надо менять какие-то политические, в принципе, ориентиры, да, то есть, то, что было вот за последние 30 лет, оно, ну, на мой взгляд, отжило однозначно, да, и я надеюсь, что рано или поздно в Латвии появятся политики, которые смогут привнести, ну, что-то новое, да, то есть, у нас пока нового очень мало, я практически не вижу ничего нового. Поэтому, честно говоря, политическая борьба и жизнь для меня потеряла практически всякий интерес. Ну, я вот только вот хотела бы, добрый день, говорите, у нас есть звонок. Добрый день. Да. Вот у меня к вам такой вопрос. Ну, ладно, там, как сказать, без суда и следствия изымают, изымают, изымают. Там это, может, отобьются эти миллионеры. А вот, например, Русскому Союзу Латвии тут мариновали, не разрешали открывать свой банковский счет. Или вот, например, там кто-то под следствием, мы знаем, вот русские журналисты, там, защитники русских школ и отстаивают позиции русского языка в Латвии. И вот им тоже нет суда пару лет, и банки счета позакрывали, не открывают. Всех куда-то толкают в какую-то темную яму. И вот, когда чистят богатых, да, там, законно-незаконно, то нищие становятся еще более нищие. А у меня вопрос такой прямой-прямой. А вот эта ситуация как-то изменится, станет что-то более правовым в нашем демократическом таком полюсе, да, спасибо. Спасибо. Ну, спасибо за эмоциональный, наверное, такой вопрос наболевший. Вы знаете, я, ну, на уровне эмоций никогда не хочется быть пессимистом, хочется всегда надеяться на что-то лучшее. Но вы как реалист открываете сейчас компании в Эстонии для своих клиентов. Да, я просто, ну, скажем так, в моем бизнесе у нас такая хорошая практика держать одну-две компании со счетом готовую, если вдруг звонок из Дубая, мне нужна в Латвии компания или мне нужна в Европе компания. Часто бывает, что людей нужно сейчас компанию, да, и они не готовы три месяца ждать, там, пока полиция безопасности или там полгода что-то проверит. Соответственно, хорошая практика, скажем так, международного бизнеса, то, что у адвокатов есть одна-две-три компании, всегда готовые, как бы, на случай клиента, которому это срочно нужно. Я сейчас таких компаний держу в Эстонии, в Латвии нет. Возвращаясь к вопросу, ну, это долгий процесс улучшения, быстро ничего не поменяется, если быть реалистом. То есть, понятно, что, да, у нас разные, ну, бывают случаи разных идеологий, разных политических взглядов, но при этом, когда, я говорю, счет, деньги, это святое, это право собственности, это вообще, это фундамент вообще капитализма и рыночной экономии. Если уже за это берутся, ну, я думаю, какие-то очень сложные времена наступают, потому что все остальное – это вторично и побочно, да, а вот это право, это деньги, вы касаетесь самого святого, что есть в капитализме. Ну, таким образом получается, что пока мы должны ждать какую-то новую волну политических деятелей, которые будут прагматиками, которые, наконец, смогут соотносить действия одной ветви власти с действиями другой, и в реагировании на какие-то международные требования, может быть, даже справедливые, все-таки будут иметь, прежде всего, перед собой интересы своего государства, своей страны, нации, народа, а на втором плане уже, так сказать, реагирование и какие-то меры. Истинный государственный интерес, они просто, ну, как бы это, те, которые борются за чистоту денег, они же тоже считают, что они хорошее дело делают, только они не понимают, что в итоге их деятельности получается очень большой вред. И нет тех, кто могут их как-то сбалансировать. То есть, нужно интересы общества, населения, государства понимать не плоско и примитивно, а в большом контексте. К сожалению, это большой вызов интеллектуальный. То есть, понятно, что все те деятели всех этих служб, они же считают, что они в пользу государства, они же не считают, что они вредительны государству. Нет ни в коем случае. Они считают, что они выполняют очень ответственную функцию. Только то, что в результате получалось, получится или уже получилась беда, ну, как бы, они скажут, а мы-то при чем? Ну, вот реально, по вашей практике, в последние, там, несколько лет вы перевели вектор своей активности на другие страны, а Латвию, как бы, держите... Латвия не участвует в элементе, скажем так, какого-то структурирования международного. Латвия потеряла почти все козыри, какие были. То есть, у нее есть небольшой один козырь, как бы, вроде интересное корпоративное налоговое обложение, но оно не уравновешивает все те минусы, которые при этом присутствуют в Латвии. То есть, очень сложно Латвии включить в какой-то список стран, где интересно создавать компанию, скажем... Ну, если тебе прям вот латвийский рынок очень интересен, который на самом деле нет, то люди, наверное... Поэтому и ответ, да, почему у нас нет иностранных инвестиций. Но с точки зрения, скажем так, международного структурирования, Латвия, нет, не вызывает особого интереса. Ну, в литературной газете Советского Союза была такая рубрика «Если бы директором был я», вот если бы директором были вы, что бы вы срочно сделали для того, чтобы этот, ну, беспредел остановить и все-таки начать как-то двигаться к более позитивной экономической программе нашей страны? Ой, очень, Люся, сложно... Докладчик попросил 24 часа. Вы знаете, ну, я отвечу, наверное, таким эмоциональным. Я жду очень, например, результатов выборов в Рижскую Думу. Если они пройдут как обычно, да, главная задача латвийцев не допустить, русских до власти, то ничего не поменяется, абсолютно ничего не поменяется. Соответственно, ну, очень трудно менять, потому что комплекс надо менять. Понимаете, мы настолько раздроблены, что все, и государство, и общество, и ошибки наши, их нельзя решать, ну, скажем так, клеточным, в узком каком-то... Там одно вызовет другое, третье, четвертое. Соответственно, ну, можно поговорить о таких вещах, что нам нужна конституционная реформа и реформа избирательного процесса, и заканчивая тем, что нам надо пересмотреть роль государства в экономике, заканчивая тем, что нам нужно здраво оценить наши внешнеполитические интересы. Ну, там все очень комплексно. Соответственно, вот, ну, скажем так, что вы назвали беспределом в области создания компании открытия счетов, ну, я надеюсь, что у нас в конце концов есть и то министерство, и это, и третье, которые этим занимаются. Ну, может, они там в конце концов отреагируют и чуть-чуть дадут слабинку. Понятно. Спасибо. Сегодня мы говорили о привлечении иностранных инвестиций в Латвию. Наш гость, присяжный адвокат и почетный консул Мальты в Латвийской Республике Яни Зелманис, резюмировая свое участие в программе тем, что, к сожалению, Латвия потеряла практически все позиции во включение в международные цепочки бизнеса, как юрисдикция, как страна с привлекательными условиями для банковского обслуживания, юридического обслуживания и так далее. И нужны какие-то комплексные меры со стороны властей, а значит, со стороны избирателей, которые опосредованно за этих людей голосуют для того, чтобы эта ситуация изменилась и у Латвии появился какой-то свет в конце туннеля. В программе «Подоплека» сегодня был Яни Зелманис, программу вела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Родион Золотарев. До встречи через неделю. Всего доброго.